Ребята, всем привет! Этот влог у нас будет наконец-то про ремонт, про какие-то классные штучки. Решила начать сразу с шоурума с радиаторами, потому что, вы не поверьте, это первое, что мы купили в нашу квартиру. Никакие-то там шпаклёвки, краски, нет, именно радиаторы мы заказали самыми первыми. Так, когда мы идём в этот шоурум, мы уже просто походили, посмотрели, нам сразу представлены разные варианты. Необычные. Мы когда пришли, мы обалдели от этой стены. Здесь представлены, как можно покрасить ваш радиатор. Палитра раунда. Тут есть цифры всякие, причём, какой оттенок. То есть, грубо говоря, у вас есть какая-то сумасшедшая идея, например, зелёный радиатор, вот такой вот у вас дизайн. И можно приехать и посмотреть, как это будет в реале, каждый оттенок. Очень удобно. Ну, чтобы не прогадать, а чтобы точно понравилось. А вот, кстати, мне кажется, наш вариант. Да? Часто вам его тоже покажем. Расскажи про картину. А, да, картина. Вот только здесь увидела, что на радиаторе можно нанести собственный рисунок, любой, который вы захотите. Тут у ребят мастерская, они сами всё делают, наносят, есть гарантия. То есть, можно хоть портрет себя любимого, хоть там, я не знаю, собачку, чё хотите. Можно вот этого, датвейпера. И это блин радиатор, представляете? То есть, он будет греть, но при этом выглядит как картина. Очень классный, мне кажется, вариант, чтобы спрятать вот это вот то, что обычно все хотят спрятать. Потому что у меня в голове такое отложилось, что радиаторы – это обязательно что-то такое. Они очень симпатичные, то, что всегда хочется за шторкой спрятать. Но здесь такая красота, мы вам сейчас покажем. Здесь такие радиаторы, которые не то чтобы не хочется прятать, их наоборот хочется показать. Вот, так что пошли смотреть. Ещё здесь представлена такая экспозиция, инсталляция. На самом деле, это вот как раз вот эти вот, ну как, радиаторы, да, обогревы, которые в пол делаются. И здесь показано, что их можно как хочешь вообще делать. То есть, если у вас дома какие-то колонны, не знаю, стены, какие-то необычные, там, допустим, тут колонны у вас, да? Представляете? То есть, всё это можно классно войти, какую хочешь форму, потому что я себе думала, что это чисто просто такая полоска, и всё. Вот, можно сделать арту какую. Ну, раз понятно, что это всё будет на полу, есть разные варианты. Так что всё, пошли смотреть, какие радиаторы выбрали мы. И сейчас мы будем ещё приглядываться к полотенцесушителям. Так что пошли. Мы в этом шоуруме в первый раз. Сейчас вам всё покажем, расскажем, потому что здесь нереально красивые радиаторы, полотенцесушители, кстати, которые мы ещё не выбрали. У нас уже куплены даже радиаторы. Сейчас я вам покажу, какие именно. Мы приехали сегодня посмотреть на них вживую, потому что мы их заказывали, получается, онлайн, оплачивали. Ну, выбирал дизайнер наш, Лиля, вы знаете. И мы ей, как бы, полностью доверяем. И вот сейчас мы просто приехали посмотреть на них вживую, тем более, что это ещё оказалось недалеко от нас находится. И хотим посмотреть полотенцесушители. Просто посмотрим, типа, что нам нравится, не нравится. Потому что большая вероятность того, что именно здесь также будут заказывать полотенцесушители. Но это мы будем обсуждать с нашим дизайнером, потому что, ну, как бы, в этом и смысл нанимать дизайнера, чтобы у нас дома была красота. Так, сейчас я вам покажу, какие у нас. И мы сейчас их пойдём посмотрим. У нас радиаторы от фирмы Guarda Pilon. У нас разных форм, разной высоты, ширины, длины. Есть вот такие. И сейчас мы вам их покажем здесь в реалии. Так, что я говорила, я всегда хотела, чтобы дома красивые ребята были. И вот эти вот табличные, которые, ну, все где стоят. И, конечно, когда у тебя дизайнерская крутая квартира, всё должно быть супер. У нас вот в таком свете вот они представлены, этот бренд. Но у нас они, по-моему, вот таких вот, скажем так, низких, по-моему, нет. У нас они более, да, широкие. У нас, получается, вот такие есть, сколько-то штук, ну, в разных комнатах. А, есть вот такие какие-то, да, наверное, вот прям как здесь представлено, только, возможно, пошире у нас. Видите, какой цвет крутой? Ну, типа, знаете, ни золото, ни чёрный, ни белый, ни, я не знаю, бронзовый, что-то за цвет. Главное, что он по дизайну будет подходить всей квартире. Сначала я думала, что у нас что-то чёрное будет, но Лиля сказала, что это вообще просто вот. Чего из всех радиаторов, которые здесь есть, у этой фирмы, у этого бренда, очень много на складе радиаторов, то есть, ну, нет, беспокойство, что если вы захотите резко заказать там, купить, то их не будет, то есть они есть на складе. Вот такая тоже у нас будет. Так клёво. Дизайнерские радиаторы, да, так здорово. Вроде, знаешь, такая мелочь, типа, за что распрятал, и всё, но на самом деле, ничего, да. Это если вы, например, ну, пол делаете. Можно выбрать цвет решётки. Да, вариантов, ну, разные фирмы, тренды тут есть, скорее. Можно такие под камень какие-то. А, точно. Прикольно. Под дерево тоже. Кстати, вот я такие тоже хотела. У нас дома, так, по-моему, не предусмотрена такая история. Это в каких-нибудь Москва-Сити, наверное. Да, да. Ну, вот полотенцесушитель. Это, короче, и радиатор, и полотенцесушитель тёплый. Он весь нагревается. Он весь нагревается, да. То есть, по сути, это как такая, можно использовать ванная, как декоративная вставка, при этом и нагреваться будет помещение, и ваши вещи вот здесь. Но, правда, конечно, двух этих маловато, мне кажется. Да, на самом деле, нифига, хватает. У нас обычно что, одно полотенце только висит. Ну, да, вот такой вот есть овальный. Прикольно. Можно такое на сне? Меню. Не, классно, классно. Здесь прям классный большой шоу-рум и много расцветок, много вариантов. Да, зеркало. Вот тут тоже зеркало, смотри. А это, кстати, с подогревом сразу. Там есть ещё тоже такие варианты, которые прям греются. Ванной хорошо. Кстати, длинный, было бы неплохо, чтобы у нас тоже зеркало ванной было с подогревом, чтобы не запотевало, знаешь. Вышел и сразу красивый, не надо тут стоять, потирать, взять. Ну да. Прикольно. А, это вообще прям супер, короче, длинный. Когда мы с тобой построим дом, где будут потолки, где-то 7-5, да? Да, да. Ну, туда можно такой радиоатр. Блин, здоровый. А, ну, сейчас поверну камеру. Смотри, оп, нифига себе. Он в два раза больше, чем ты. Ну, всё-таки, конечно, вот такие одиночки мне больше нравятся, чем обычные белые и даже черные. Интересно, они такие маленькие вешатки, такие гидкие, но это, наверное, просто представленные какие-то, знаете. Как экземпляры. Да. Прикинь, таких маленьких навешать. Ну, вообще, наверное, кто-то делает, наверное. Просто будет ли толком таких маленьких? Наверное, какой-то будет. Ну, хотя, если их вот так это повесить, ну, там, вот это с ними тоже несет. А, вот тоже полотенце-сушилки. Мне нравится вот такой. А, нет, вот такой, тоже мне нравится. Но нравится, но с другой стороны, вот этих пришоток слишком много, я в них всё равно ничего вешать так не буду, да? Да, вообще, можно много чего на них повешать, в любом случае. Маленькие носочки. Ну, да, маленькие, конечно, ребята, ребята, много. А эти штучки, в которых они идут, для радиаторов, может, какие-то там комплектующие тоже должны быть. Ну, да. В цвет, наверное, интересно. Вот это прям горячий, каковый. А, он работает, да? А, он тоже такой вот такой, да. О, реально горячий. Тоже, считай, ну, так и не скажешь, да? Ну, это ванная, как раз, хорошо, так и не скажешь, что это, что это, что-то, полотенце-сушитель. Очень красиво. Так, если ещё в чёрную стену, как-то сделать. Да, 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 или вот такой вот под камень, что-то, типа, там. Да, еди вверху, может, сразу вот так. Девочка, мальчик, это тоже, вот, взятая, какая-то, какая-то. Тоже на покрыватель. Ну, реально лестница? Ну, я думаю, что ей как лестнице ходить, наверное, не надо. Мне больше обычные нравятся. Наверное, они более-менее лестничные. Не знаю, я прям закалываю, видите? А, вот, сейчас зацени. Что это? Это, получается, лавочка, в которой распрятан радиатор. Так что тоже дома можно сделать, ну, кому-нибудь. Если у вас есть такое дизайнерское решение, да. А что, очень удобно. Сразу послечься. Что, покрасим можно? Это прям вообще было не сделать. Так, ребята, ну что ж, мы уже после шоурума, после всей этой красотыщи радиаторской, приехали в квартиру посмотреть, что тут, как тут. Потому что я знаю, что там уже что-то изменилось, что-то начали делать, но пока не особо много чего. Короче, просто зайдем, посмотрим, как там дела, что еще. Я вообще хотела сделать прям такой, знаете, типа, чуть ли не съемочный день. Хотела, чтобы мы взяли штатив, приехали, все поставили, такие рилсы поснимали. Но, наверное, уже в другой раз. Но вообще надо успеть до того, как я рожу, пока я с животом. Ну, короче, сейчас посмотрим. На самом деле, просто приехали и посмотреть, и что-то рассказать, и показать. И сами еще не видели, как там все демонтировали, потому что стены, которые там были, их должны были снести. Ну, те, которые можно сносить, разумеется. Вот, мы же не совсем крэйзи сносить эти несущие. Мы припарковались на собственный паркинг. Вот такие красивые лифты, пока идут ремонты. Хорошо, что они эти не снимают. Конечно, они еще долго их не снимут, пока у всех ремонты не закончатся. Я даже не знаю, сколько лет. Ребят, представляете, я думаю, мы сейчас зайдем, мы просто сделаем, а тут человек работает. Просто, знаете, когда не следишь особо за ремонтом, но у нас есть люди, кто за этим следит. Короче, что тут интересного? Снесли все нафиг, как просторно, да? У нас, получается, здесь типа шкаф будет. Я вам сегодня, ну, в этом влоге буду показывать наш дизайн-трэн. Получается, здесь у нас вход в коридор. Здесь у нас такой типа мигный шкафчик будет. Здесь тоже, я вам сегодня покажу картинки и сейчас тоже буду прикреплять. Здесь у нас ванная, санузел, чураган еще и странная машинка. То есть у нас все это увеличивается в пространстве, но не сильно понятно, как надо. Тут у нас тоже получается будет классная такая штучка. Как я узненил, что настроено, например. Тут у нас кухня. Вот. Перпорная будет прямо до этой стены. То есть здесь мы тоже наращиваем стену. Короче, вот тут у нас получается будет кухня. Ну, вы видели уже на картинках. Она здесь у нас по проекту и была. Но сначала будет сумасшедший классный идея перевести кухню в другое место. То, что надо там заканивать, херу законишь. Вот, а если не узаконишь, потом по шапке получишь. Что в итоге Лиля сказал, давай хермию не будем страдать, просто сделаем классную пыльку здесь, объединенной христианой. Вот. Так что именно так мы и сделаем. Вот. Закон. Чтим, уважаем. Вот. Против закона не пойдем. Не важно, что сначала хотели, да? Ну, хотели, да. Кто же не хочет? Ну, потом вовремя берешься за голову и понимаешь, что, ну, шутки плохи. А, вот, кстати, наши стали радиаторы. Их уже сняли. Посмотрите, какие, нельзя мерзкие. Чап. Что с ними делать, надо продать? Да, заберем. Ну, заберем, когда уже это, они тут мешать будут. Ну, да. Ну, интересно, кстати, хорошие радиаторы, нет? Это радиаторы от застройщика, то есть они... Мне кажется, они обычные. Ну, конечно, обычные, какие же еще? И окна, я думаю, тут обычные какие-нибудь. Двойной, тройной, подъемной. Двойной, скорее всего. Ну, может, ничего. Вот, получается, вот так мы попадаем в гостиную. То есть, получается, в кухню мы можем попасть через гостиную. Здесь будет стена, как ты уже показывала. И по этой стене у нас вот так вот такая большая классная кухня. С холодильником, с морозилкой отдельно стоящей по плану. Здесь будет дом. Помните на картинке, да? Здесь такой будет, по-моему, очень уголок. Что еще? И... Получается дивана. Вот так вот. Я думаю, что когда все в бетоне, выглядит, конечно, как будто меньше квартира. Но на самом деле, когда здесь уже ремонт, все красивые стены, все зарощено как надо, то уже совсем другой получаются варианты. Уже кажется, что довольно-таки просторная большая квартира. На самом деле, квартира не маленькая. Сколько? 90 квадратов. Это, конечно, не 150 каких-то. Вот, но целая квартира должна быть, ну, она больше, чем та, в которой мы сейчас живем. А нам на ее вполне хватает. Та, в которой мы живем, а эта будет еще больше или еще лучше. Здесь у нас будет стеклянные классные штучки. Телевизор. Тут у нас вход будет в кабинет. Вот так. Заходим. Просто здесь днем, я сейчас никогда не плачу. Заверну еще. Вход в кабинет. Кабинет будет довольно-таки такой небольшой. Ну, типа, не то что русский. Но вот для того, что нужно, будет супер. Получается, мод, если вот эту большую комнату, которая гостиная, мы из них сделаем две комнаты. Это детская, кабинет. И этот кабинет, который кабинет в будущем, не знаю, каком, может всегда стать второй детской. То есть, в этом был смысл, что он был. Ну, я надеюсь, что в том моменту мы уже построим там. Ну, здесь получается детская. По этой стенке у нас трубая пойдет детская. Да. Вот такой детский. И здесь будет наша спальню. А что еще тут сделали? Ну, мы с кем вот эти убрали, да? Да, потому что... Ну, мы сейчас сходим его кушать. Ушан, я его погоню. Так, что такое, как мы получаем. Надеюсь, что нам нужно просто перейти. Перечасы с темною. Вот, что мы сейчас будем. Здесь вот будет брюш. Вот, где мы делаем. Да, как же красиво летом. Смотрите, а ведь тут кладбище. Вот такой вот у нас будет чудесный вид. Я уже представляю, как я здесь голеньким хожу. Могу здесь ходить голеньким. На кухне могу ходить голеньким. Кто меня увидит? Даже если у меня открыты будут шторы. Никто. Потому что никому я не нужна. Так, что вот эти все окна у нас, ну, практически всего только кабинет, детская. Ну, и наша спальня, да, выходит не на кладбище, а так все равно. Вот это все выходит на, можно сказать, лес. Так что красота. Вот, ну, как правило, в спальне, в детской всегда окна, ну, зашторены. Не, ну, открывать-то можно, но имеется в виду, что это... Все равно у нас лично в спальне всегда шторы закрыты. Мы уже к этому привыкли. А, кстати, радиаторы вот эти вот, которые у нас узкие и высокие, они, по-моему, вот тут должны идти, между окон как раз. То есть вот здесь они были, здесь их не должно быть. Вот, на кухне, наверное, тоже такие же будут. Блин, даже не верится, ребят. Мне даже сложно поверить в то, что у нас идет ремонт. Просто реально не верится. У нас классная команда, строители, все, дизайнеры. Очень классная команда, поэтому, в принципе, все у нас так продумано, чтобы наша голова не болела. Вот, поэтому я даже удивилась, что мы приехали, тут вообще такая движуха. Ребята, мы с вами перенеслись в будущее немножко. Сегодня 21 число, июня. Я сейчас иду на встречу с Лилей, с нашим дизайнером. Она вообще живет в Питере, но она периодически приезжает в Москву по работе, по делам, вот. И мы с ней не могли состыковаться каждый раз, когда она приезжала. Но она приезжает, понятно, типа, не на неделю, там, не на две, а по работе. Что уж тут? Питер, Москва. Сиди. Недалеко ехать. Ну, короче. Она приехала прямо к моему дому, чтобы я беременяж такой никуда далеко не ехала. Что мы с ней сейчас в кафешке посидим, поболтаем, будем обсуждать ремонтики всяких там. И жизнь, и не только. Вот, мы с ней сдружились за это время. Вот, на связи каждый день, мне кажется. Сейчас у нас активный ремонт прям идет, идет. Так что сейчас мы здесь встретимся. Сейчас у нас будет наша первая встреча. Такая она малышка. Такая модница. И малышка такая. Привет, друзья! Привет, друзья! Кажешь, что не в конце ремонт? Да, да, да. В общем, мы пошли сели в кафешке и болтать. Короче, сидим с Лилей и болтаем. У нас сегодня была на производстве дверей, в которой, кстати, у нас тоже будет фирма их, да? Да, в Академии. Классные технологии все. Показывают, что так. Очень классная шумоизоляция. А-а, это класс! Да. У них коробки минимум 50 миллиметров, начиная, но она всему 65. То есть, там прям такая дверь-дверь. Короче, видите, Лиля не просто там картинки какие-то красивые придут. Она еще приезжает, смотрит, со всеми поставщиками на связи, все в курсе чего, всех трендов, последних вообще моделей, без кводы. Так, интересно, входные, посмотрите. У них шпанированные двери, то есть прям... А, вот, кстати, у них внутри... Такое сотами сделано наполнение. А, чтобы звук поглощало, нифига! Круто! То есть, внутри дверей такое, как специальное. Так интересно. А что, кстати, у нас, получается, будут и раздвижные двери, да, в итоге по проекту? А куда у нас раздвижные стоят? В спальне. В спальне только? Да, в спальне, чтобы там место... Ну да, я тоже, кстати, думала, что это... Получается, из гардеробной в спальню... Да, да, остальные все просто скрытые в потолок. Да, да. Я тоже, кстати, знаешь, буквально вчера ночью лежала в этом, думала, что туда хорошо бы как раз такую, потому что куда ее, в принципе, открывать? Никуда открывать, и удобно, что, ну, скорее всего, она будет часто даже открыть. Я вот тоже думаю, что, ну да, мимо... Полдвенадцатого мы с Лилей до сих пор сидим, болтаем, обсуждаем, обсудили жизнь, поездки, путешествия, беременность, все, короче, пообсуждали. И теперь пришли, ну, типа, к теме, из-за которой мы вообще с ней познакомились. Это ремонт, дизайн. Я с ней обсуждаю моменты, за которые я там не то что переживаю, а просто такая думаю, интересно, а как в итоге это будет в жизни? То, что у нас, например, будет сушилка со стиралкой два в одном, она говорит, что они такую ставили уже не один раз в проектах. Она своим клиентам, ну, как бы, рекомендовала, ставила и очень довольна. Ну, то есть там, понятно, будет недешевая такая машинка, крутая, да? И она говорит, что это вообще супер вещь, типа, не надо волноваться. Я ей очень доверяю в этом плане, потому что все-таки она, ну, типа, не первый день там этим занимается, не первый год. И я думаю, что она прекрасно, конечно, понимает, что кого куда. Вот, и сейчас обсуждаем плитку, точнее, фартук на кухне. Я просто рассказываю. Я сейчас Лили говорил о том, что я переживаю, вдруг все-таки будет надоедать. Она говорит, что когда придет момент, мы поедем и эту плитку еще вживую посмотрим. Если вживую поймем, что душа не лежит, то сделаем другую, может, либо без какого-то там... Да, камень. Но сейчас я смотрю в картинках, меня не напрягает. Короче, надо, конечно, вживую смотреть, так что вы, если что, не думаете, что, ну, типа, просто, типа, такая по картинку в класс. Хотя, кстати, знаешь, что интересно? Я не видела Лизы Шатиловой проект именно на картинках. Я видела, как будто бы только фотки уже готовы, и вот видео, которое у вас выходило, очень классное. Мы потом обязательно тоже такое снимем, с Лили, чтобы она ходила и рассказывала, что к чему, почему. Очень интересно, кстати. Ну, у вас там сильное такое, ну, хорошее попадание получилось, да, с картинки в реальность? Вот это, конечно, круто, потому что очень часто дизайнеры там напридумывают, наворотят, а в итоге вообще другое получается. Ожидание реальности. Интересно, а есть такие дизайнеры, которые придумывают что-нибудь такое, что вообще в природе, типа, знаешь? Ой, ребята. Напишите в комментариях свои истории с дизайнерами, если у вас были какие-то трешечки прикольные. У меня это уже не первый опыт, работая с дизайнером, но это будет первый опыт, где у нас все-таки ремонт произойдет по проекту. Поэтому, конечно, любопытно, но я вообще спокойно, я не переживаю. Я знаю, что все будет супер. Ну, это просто ясно. Там не стать можно, да? Да, там, да. Блин, ну вообще, очень, вообще, то же самое практически, да? Ну, у нас вообще ничем не отличается. Хоть чем все-таки отличается. Я запомнил, знаешь что, что шторы у нее лежат прямо на полу. Да, это мы специально, ну вот, тут там брамы, к примеру меняем. Ну, какие-то детальки, мелочи. Да, друга. Да. Ну, в общем-то... Не, так все то же самое, да. По ремонту все так. Я когда увидела эти шторы, ну, ты знаешь, вот как мы сейчас обсуждали комментарии ваши, между прочим. Да, тут вообще, блин, очень классно. Мне так нравится, это твоя такая фишка, как будто, да? Вот эти вот зеркальные панели. Видите, у Лизы Шатиловой тоже такая. Точнее, у нас будет тоже такая. Расширяется. Да, очень круто выглядит. Помню комментарий, типа, ой, мыть эти зеркала еще. Люди такие ленивые, для них все, что надо мыть, где пыли протирать, это все значит плохо. Как тут? Угу, блин, классный, конечно. Ну, вот ты видишь, например, ей без телевизора в спальне хорошо. Я не представляю, что тебе в спальне без телевизора. То есть по ремонту? Нет, выглядит один в один вообще, да. Короче, то, что связано с ремонтом, девчонки, это настолько индивидуальные моменты. Ну, как. Угу. Хорошая. Прикольное тоже такое решение, то, что стиралка... В этом спрятано. Ну, вот это вот вообще сейчас можно один в один. Да, 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 я помню. А нам нигде не надо такие же лизюшки. Можем, ну вот это, знаешь, детали, которые можно... Ну, это элементарные вещи. Это то, что можно и потом, уже когда ремонт закончился, даже доделать. Блин, так интересно, как это все устанавливают. Специальными присосками, да, наверное? Да, да, да. То есть, в принципе, ну, как бы все один в один. Мне очень понравилось, как у нее спрятался... У нее же там холодильник, да, спрятался? И шкафчики какие-то. Очень круто. Да, расширила постанцию. Если вы не понимаете, о чем я говорю, зайдите на канал Клизи Шатиловой. У нее есть видео про ремонт. И как раз-таки дизайн-проект вот этого видеоремонта. Дело Лилия, с которым мы сейчас сидим, вот это наш дизайнер. Я так Лилию и нашла через Лизу Шатилову. Еще я посмотрела видео, и тогда точно я сразу поняла, что все это точно та же человеку. Так что, да, когда вы обсуждаете наши картинки классные, которые у нас потом будут реализованы в жизни, и что вам что-то где-то не нравится, это на самом деле все такая вкусовщина. Вот я тоже у Лизы Шатиловой, например, смотрела, и ей нравится то, что у нее там, например, шторы как бы прям на полу лежат. Ну, то есть, такой тип релакс. Ну, это мы выбирали, то есть, мы пошли. И это тоже стиля добавляют, то есть, своя изюминка. Да, это добавляет какой-то там своей атмосферке, да. Ну, для меня лично это типа шторы на полу. Ну, короче, это я просто к тому, что, ну, у всех свое, это нормально. А я реально люблю, вот когда вот это вот лежит. Любишь, когда лежит? Ну, не все, то есть, смотря какая ткань. У нее просто такой, как больше под бархат. И хорошо лежит, красиво, да? Они реально дорого сложатся. Вот, мне кажется, бельюр, когда он подрезан, ну, такое вполне так. А здесь... Ну, шторы, на самом деле, это такой тоже момент важный. Да. Вот в плане декора, вот этого всего красоты. Потому что вроде думаешь, что шторы, чё уж. Но на самом деле, капец, найти хорошие вот шторы, чтобы именно красиво, круто. Не зря же они еще тоже таких нихера себе денег стоят. Нормальный денег стоят. Это потому что мы Леруа купили. Ну, у нас тоже, кстати, все шторы из Леруа. У них есть прикольные. Да. То есть я себе там очень много даже шторы. Просто я выбрала ткань, где все из Леруа. Не, у меня, наоборот, у меня была уже тут эпопея со шторами. Вы, кто смотрели мои влоги, то вы знаете, детскую. Вот мы как раз там меняли, все, обои делали. Потому что там были вообще трэши шторы, и обои, и все. И я, короче, намучилась этими шторами, потому что... Ну, окей, мы их купили в Лера, ну, пофиг, это норм. Но они такие, типа, как раз бархатные, что ли, что-то такое. Да. То есть не блестящее такое покрытие, или как-то сказать, не покрытие. Ну, короче. Да, думаю. И я думаю, ну, сейчас я их укорочу лентой специальной. Проглажу. Ну, знаешь, как делают? Да, да. Я себе сказала, что больше никогда в жизни так делать не буду. В итоге я их все равно отнесла в ателье. Но то, что я прогладила лентой, там осталась такая полоска, знаешь, как будто бы какая-то рюшечка такая из деревни, вот там от бабушки что-то такое. И это вообще трэш. И я просто... К тому, что шторы, это очень важный момент. Потому что это то, на что ты прям хорошенько смотришь. Ребят, мы с вами снова немножко переместились в будущее, можно так сказать. Я, кстати, все еще не родила, но и не должна была. Сегодня 29 июня уже, ну, как бы ночь, правда. В общем, я сейчас буду вам показывать, демонстрировать наш дизайн-проект. Потому что этот влог я решила посвятить вопросам ремонта. Вот. У нас будут периодически такие влоги. Ну, понятно, с какой-то... С каким-то промежутком, когда будет что-то интересненькое. То есть я, наверное, буду прям собирать целый влог из каких-то материалов. Типа, как проходит ремонт, какие у нас там изменения, движения, какие-то, не знаю, поездки по магазинам. Мне это безумно все интересно и нравится. Так что сейчас я включу запись экрана. Первое, с чего мы начинаем, это наше прихожее, коридор. Кстати, сегодня, но вы это увидите позже, мы со Славой ездили, смотрели двери в квартиру, смотрели межкомнатные двери. Видите, они у нас такие будут в потолок. И смотрели входные двери, разумеется, тоже. Но входную дверь, я думаю, что в потолок сделать, наверное, никак нельзя. Я думаю, что там и стены как бы так сносить нельзя. Ну, короче, понятно, что входная дверь у нас будет не в потолок, а такая, типа, классический, обычный. Но мы думаем о том, чтобы сделать входную дверь, очень крутую, навороченную. Но об этом узнаете попозже, не хочу все карты раскрывать заранее. В общем, что отметить? Так вот мы заходим, здесь у нас есть крючочки. Хотя изначально Лили нам не рисовала такие крючочки, наш дизайнер. Ну, вы знаете. Но я сказала, что нет, надо рисовать крючочки. Мы будем этим пользоваться в жизни. То есть понятно, что очень часто дизайн-проекты, вот эти вот все истории, минимализм, красотища-то какая, они выглядят на картинках красиво, но в жизни непонятно, как это применять. Вот. Но как бы может что-то неудобно. Но мы слились, сразу это обсудили. Да и я знаю точно, что она не будет делать то, что неудобно. Итак, получается при входе у нас просто будет вот такая вот, ну, плитка, камень, не знаю, стекло. Выглядит, правда, как тонированное, но мне кажется, что оно будет не тонированное уж, а, наверное, ну, прям как зеркало-зеркало. Вот. Полочка такая для ключей, для сумочки, пуфик. Мы очень редко пользуемся какими-то такими историями, типа пуфика. То, что у нас на визуализации не нужно все принимать за чистую монету, потому что что-то у нас, вероятно, изменится. Что-то, вероятно, будет немножко не так. Это не потому, что дизайнер что-то нарисовала, там, придумала, а на самом деле такого в природе не существует. Нет. Нет, разумеется, нет, просто есть какие-то моменты, которые потом мы будем смотреть в жизни. Например, мы поедем смотреть плитку, либо дерево, да, пол. Получается, вот так вот у нас коридор выглядит со стороны гостиной. Здесь у нас первая вот эта дверь, это кладовка. Ну, типа как кладовка, мини-гардероб такой, прям очень мини-гардероб. То есть вместо того, чтобы поставить в коридор какой-то шкаф, у нас вот останется вот это вот пространство. Да, оно довольно-таки маленькое, небольшое. Ну, для того, чтобы повесить туда вещи, вот которые ты сейчас носишь в данный сезон, да, и обувь, я думаю, вполне достаточно. Вот так вот это все выглядит. Такая вот полочка красивая, туда можно что-то спрятать, ключики, не ключики. Ну, как это обычно в коридоре и бывает. В принципе, самое такое, что обычно там лежит. Крючочки такие спрятанные, минималистичные, потому что, конечно, ну, мы не вешаем всегда вещи, знаете, чтобы они в шкафу были спрятаны, потому что, ну, так закачаться можно. Домой пришел быстро, потом там, не знаю, перекусил, дальше по делам поехал. Ну, как бы туда-сюда в шкаф, понятно, это не будешь, поэтому, как бы, крючки сразу добавили, аж на визуализации. Вот, и получается, первая дверь у нас в гардероб, так называемый, в прихожей. Следующая дверь у нас идет в ванну, туалет, раковина и там же у нас стиральная машинка будет. А напротив у нас еще одно помещение, там у нас душевая кабина, раковина и еще один санузел. Это то, о чем я мечтала в квартире, и не только второй туалет, еще и душ, потому что я лично не принимаю ванну никогда именно как ванну. Вот только что в телеграм записывала кружочки, что, ну, то есть для меня это, меня раздражает принимать ванну, я ее никогда не принимаю, потому что для меня это пустая трата времени. Я не расслабляюсь, я наоборот чувствую, что я просто тупо лежу в воде, я трачу свое время. Но есть люди, которых это расслабляет. Я считаю, что если у тебя не позволяет помещение, там, не знаю, площадь в квартире поставить и душ, и ванну, нужно ставить ванну, если позволяет площадь, потому что все-таки, ну, как бы, это как два в одном, и ванна все равно, ну, для ребенка ванна нужна. Я не представляю, чтобы у нас не было ванны, учитывая, что у нас, например, да, ребенок. Поэтому для меня ванна это стопроцентная необходимость в квартире, но если позволяет площадь, я хочу душ, и я не знаю, как будет, но я уверена, что я буду ходить именно в душ. Вот гардеробная маленькая, о которой я и говорила. Да, она, конечно, небольшая, но я думаю, что что-то такое сюда поместится. Если судить по визуализации, тут на каждую полочку помещается три, получается шесть, девять, ну, типа двадцать одна пара, не знаю. Короче, я думаю, что сюда довольно-таки нормально может поместиться обуви. Наверху есть место для какого-нибудь чемодана. Два вот таких рейла. Я очень полюбила такую систему, я считаю, что это офигенный вариант. Именно делать вот так, потому что все равно, да, есть, конечно, пальто, длинные там какие-то куртки, типа шубка какая-нибудь, не знаю, но все равно чаще всего, по крайней мере, у нас в гардеробе, это именно какие-то короткие куртки. Ну, то есть вот такой какой-то фасон, и все равно длинное что-то можно повесить вот сюда и спрятать за, ну, короче, типа там спрятать, и оно просто сзади будет висеть, и ничего с ним не произойдет. Это я к тому, что, конечно, это суперэкономия места, и супер, чтобы туда больше вместилось. Очень удобная такая вот идея. Переходим к ванной комнате, и честно, когда Лиля прислала, мне сразу понравилось, это 100%, но я думала, типа, блин, дерево, а я люблю вообще дерево. Вот мы как раз когда с Лилей виделись, я ей сказала то, что, знаешь, я вот только недавно поняла, что я люблю дерево, что мне очень нравится дерево в квартире, интегрированное дерево с камнем, то есть я поняла, что это выглядит как-то дорого, статусно, ну, то есть вот прям прониклась деревом. И я думаю, вау, как это интересно, то, что я совсем недавно еще думала, что мне вообще такая история не нравится. Ничего вот этого деревянного, то есть у меня всегда дерево ассоциировалось, как будто бы, ну, я не знаю почему, но с чем-то таким, типа, да, что знаете, что-то такое. А в дизайнерскую крутую квартиру надо только мрамор, только там, не знаю, шпаклевка какая-то дизайнерская, штукатурка, вот это вот все, штукатурка стены, типа, под покраску, только так. И тут вот реально недавно, хотя вот этот проект у нас согласован уже довольно-таки давно, я подумала, да, мне нравится, конечно, дерево, ну, не то, что, типа, мне не нравится, мне нравится, это выглядит дорого, круто, но прониклась деревом я только недавно. И я Лиле сказала то, что, ты знаешь, вот до недавних времен, не то, что я сомневалась, но было такое чувство, что, ну, типа, не знаю, красиво, очень красиво, но не знаю, мое ли это, знаете, вот так вот. И тут я поняла, что мое, мне очень нравится дерево. Сочетание с камнем, вот этим, безумно, я считаю, красиво. То, что именно вот такое зеркало, подсветка, все на самом деле просчитано. Было очень много комментариев, я просто выставляла уже вот эти картинки, визуализацию ванной, было очень много комментариев по поводу того, что, такая раковина, это ужасно неудобно, Ужасно неудобно подмывать ребёнка в этой раковине. Что будет за раковину всё затекать, там будет плесень, там будет всё вонять, сырость. Я, увидев такие комментарии, говорю Лиле честно, типа, Лиль, это удобно? Она говорит, мы ставим такие раковины, типа, это нормально, это удобно. Ну, то есть я человек такой, да, типа, доверяй, проверяй. Мы потом обязательно пойдём, ну, когда, я думаю, уже после того, как я рожу, конечно, потом обязательно пойдём, сходим, посмотрим на раковину такую. И я думаю, что посмотрим вживую. Если что, поменять раковину, ну, типа, это фигня делов. По высоте она точно такая же, как и стандартная. Всё стандартно, как вот у вас дома, к чему вы привыкли. Когда мне эта Лиля прислала, мне тоже показалось, что это какой-то странный, типа, ну, как так? Типа, она... Ну, короче, у меня было какое-то, знаете, визуальное недопонимание. Всё, что я могу, это вам просто показать то, что у нас согласовано, то, что нам нравится, как выглядит. То, что по нашим ощущениям должно быть удобно. Те вопросы, которые меня волновали по поводу того, куда же мы поставим корзину для грязного белья. Мы решили, что вот эта полка у нас будет открываться, типа, как выдвигаться, знаете, может быть, нажатием выдвигаться. И там будет достаточно места для грязного белья. По даже квадратурам, вот этим всем сантиметрам и так далее, всё замерили, сравнили. Я замеряла наш контейнер для грязного белья, корзину. И всё, короче, срослось, сложилось. Вот. Ну, короче, это классная альтернатива спрятать вот эту вот штучку для грязного белья вот сюда. Почему сюда? Потому что здесь у нас открывается дверь. Вот эта дверь у нас открывается, и там у нас спрятана стиральная машинка. И она бы долбилась как бы вот от этой. То есть, ну, как это обычно бывает. Открываешь дверцу, нужно достать грязное бельё. Сейчас покажу на следующем. То есть вот так вот у нас открывается дверца. А грязное бельё-то как достать? И оно будет как раз там, где можно достать. То есть открыл, хоп-хоп, вот так вот переложил. Класс, погнали! И те моменты, вопросы, которые меня как-то волновали, типа, будет ли нам это удобно, они улажены. Также хочу обратить внимание, что у нас вот эти вот смесители и вот эти все ручки-краники, они на одном уровне, чтобы глазу было приятно, чтобы он не сходил с ума. А мне очень нравится вот эта вот идея того, что ванная перетекает в эту вот полку. Мне кажется, это безумно удобно, потому что сюда можно всегда удобно поставить шампунь, не шампунь, что хочешь там. Ну, просто даже элементарно телефон, блин, планшет, ноутбук. Ну, мало ли, да, кто там ванну принимает, ещё что-то хочет сюда какой-то сериал, и лежишь и смотришь. Ну, допустим. Ну, то есть мне кажется, это безумно удобная история. Вот именно такая, что оно всё как бы сливается в одно. Короче, мне лично нравится. Я думаю, что, конечно, главное, чтобы это нам нравилось, и, конечно же, главное, чтобы это было удобно в жизни. Мне очень нравится вот эта подсветка. Выглядит очень красиво. Не знаю, для меня это просто какая-то голубая мечта, я не знаю, как назвать то, что даже не верится, что неужели это вот у нас будет такая квартира с таким ремонтом. Это сторона уже, собственно говоря, как раз где у нас стиральная машинка, и инсталляция, санузла. Ну, что здесь сказать? Тут всё красиво, лаконично, ничего не скажешь, в принципе. Всё как надо. Вот такой вот у нас полотенцесушитель по проекту, по дизайну. Кстати говоря, мне нравится, я думаю, хороший. Всё чёрное, стильное. Видела, кстати, неоднократно также комментарий о том, что, ой, никогда не ставьте чёрное, но там с ним что-то случается. Я уверена, что это полнейшая чушь. Ну, конечно, если что-нибудь такое заказать там на каком-нибудь... Я не знаю где. Не знаю где, то, конечно, оно всё будет и облезать, и ещё что-то. Но если ты покупаешь хорошую сантехнику, я уверена, что, ну, таких приколов не должно быть. Обратная сторона. Я уверена, что для вас вот эта вот шторка, это просто что-то типа... Что-то хрень. Ну, типа, а что? Скажу честно, Лиля. Лиля не рисовала нам такую шторку изначально. То есть у нас по плану здесь вообще не было варианта душа. То есть изначально это была просто ванна, ну, которую как? Мы привыкли. Ты вот так вот открыл, набрал воду, и сидишь в ванной, всё. Но я понимаю, что в ванной всё равно мы будем пользоваться как душем. И я лично не представляю себе... Вот именно в жизни... Вот я почему говорю, что да, это всё красиво, стильно, молодёжно, но мы всё равно делаем под себя, под то, как мы привыкли, под то, как нам удобно, и наши желания и хотелки, они стоят выше, ну, то есть комфорт и удобство, они стоят выше красоты. Потому что без шторки, конечно, будет более стильно и красиво, но вот эта шторка, она нам нужна, потому что просто тупо нужна. Сидишь ты такой в ванной, помылся, попенился там, не знаю, чем-то намазюкался, а дальше чё? Хочется встать под душ, помыть голову, смыть себя там, не знаю, то в чём ты сидел, ну там, не знаю, пену, мыло. Ну, короче, нормально помыться, принять уже душ конкретно. И всё равно, что это будет? Всё, брызги будут лететь. Ну, то есть без вариантов, нам нужна шторка, и да, конечно, в дизайн-проекте, может быть, это не выглядит так, как вот сейчас делают дизайн-проект без шторок. Но мне кажется, что у нас офигенная шторка, в итоге она, видите, какая стильная, классная. Да, без неё круче. Картинка без неё круче. Базар и ноль. Но в жизни нам нужна шторка, без неё никак. Поэтому Лиле пришлось нарисовать на шторку, потому что она, как бы понимает, что нам нужна она. Вот, сюда мы поставили вот эту всю систему с душем, то есть получается, саму вот эту вот теплеечку и сверху душ. Ну, потому что это нам надо. Решили не делать на этой стороне, потому что, ну как, на зеркало? Нет. Ну, как бы тоже нехорошо. Я думаю, что это должно быть удобно. С учётом того, что у нас в квартире будет ещё одна душевая кабина, ну, как вот душ, то если хочется прям сильно принять просто душ, можно пойти в душ, а здесь реально принимать ванну и потом сполоснуться. Ну, то есть я не думаю, что это проблема. Поэтому я думаю, что всё у нас будет удобно. Вот так это всё выглядит красиво уже внутри. Мне безумно нравится. Я вообще, девки, в восторге. Просто, честно, для меня это просто что-то вау. Невероятно. Видела комментарии, что вот тут у нас типа стекло стоит, всё будет падать, стекать, это будет вообще ужас какой-то. Лучше делать то-то, сё-то. Я думаю, что всё будет нормально стоять, тем более я уверена, что делают какие-то специальные покрытия, чтобы ничего не скользило. Я уверена, что такое можно сделать. Вообще даже в этом не сомневаюсь. Так что у меня здесь вообще никаких претензий, придирок, вопросов нет. Мне очень нравится вся вот эта система, вся эта история. Я получаю просто визуальное какое-то супер-пупер наслаждение и просто кайф. Вот. А что у нас тут? У нас будет стоять дорогой, крутой аппарат, так называемая стиралка с сушилкой, два в одном. Такие ставят. У кого-то есть там комментарий, что не очень хороший, но есть люди, которые очень, ну как сказать, не то что восхваляют, но говорят, что во. Тема во. Опять же таки, зависит от фирмы, от марки. Я пока не знаю, какой фирмы марки у нас будет стоять. Об этом знает наш дизайнер Лиля, потому что они уже не один раз ставили такие штуки, два в одном, и клиенты пользовались, и в итоге оставались довольны. Поэтому, когда мы к этому моменту подойдём, я обязательно с вами тоже поделюсь, что у нас будет за стиралка-сушилка два в одном. Если вдруг в какой-то момент в нашей жизни мы поймём, что стиралка-сушилка, вот эта вот история два в одном, нам абсолютно не нравится, какое-то фуфло. Вот я просто Лиле говорю, типа, блин, а не получится так, что и стирает плохо, и сушит плохо. Ну, типа, знаете, может быть, всё-таки лучше, чтобы каждый занимался своим делом. Она говорит, что реально хорошее, то, что вот они ставят, ну, как ставят, просто вот предлагают, да, как вариант такой, чтобы экономить место, и реально хороший машин, просто она стоит до хера денег. Ну, типа, она стоит, понятно, как две по отдельности, наверное, но оно два в одном. Вот. И если в какой-то момент мы поймём, что это вообще-вообще нам неудобно, ну, мы просто внутренности поменяем и сделаем, как это и делают обычно, стиралку и сушилку, ну, то есть друг над дружкой. Это не проблема, нам позволяет здесь пространство сделать, но не хотелось бы занимать классное пространство вот этой ерундой. Конечно, мне нравится то, что здесь какая-то химия, не химия стоит, я, может, вот всякую химию сюда бы поставила, здесь как раз, не знаю, туалетную бумагу, какие-то уходики за лицом, полотенце, ну, то есть куча классных вариантов. Здесь есть небольшая такая сушилка, вот, конечно, её для большого количества белья не хватит, но я понимаю, что всё равно у нас в квартире обязательно будет обычно вот эта вот раскрывушка, сушилка на всякий случай всё равно будет. Мы вот с Лилей как раз когда виделись, мы это обсуждали, я говорю, единственное, за что я, ну, вот не единственное, понятно, есть какие-то моменты, которые я не знаю, как в жизни будет, потому что у нас, например, в этой квартире есть балконы, и там у нас всю жизнь стоят вот эти вот сушилки, раскривушки, раскладушки. Это у нас второй санузел, типа гостевой, здесь у нас вот такая раковина, я думаю, вы тоже в шоке, типа, что за фигня. Получается, вот реально так, если подумать, это выглядит красиво, но, скорее всего, не так практично, как можно было бы это сделать. О чём я говорю? О том, что вот у нас получается такая, типа труба стоит, можно было бы здесь сделать полки, а у нас получается такая вот интересная история, просто руки мыть. Ну, как бы с одной стороны смотришь и думаешь, типа, блин, там же надо было сделать полки, наверное, можно было бы, что-то туда спрятать, ещё что-то. Но, честно, я даже не стала что-то Лиле говорить, типа, блин, может быть, сделать что-то, чтобы там были у нас полочки внутри и так далее, это гостевой, типа, санузел, забивать, захламлять квартиру всякими бесконечными шкафчиками, полками, всяким говнищем, тоже я устала, честно. Да, это выглядит красиво, пусть здесь будет красивый гостевой санузел с душем, все, ну что туда реально надо? Тут есть какие-то полочки, мне кажется, это вполне себе хватит. Вот так это выглядит, получается, с другой стороны, вот эта стена с зеркалом, то есть вот это, это отражение в зеркале, я не сразу поняла, мне было немножко очень сложно, короче, если честно, даже понять, как-то так, что происходит, но просто вот эта вот стена и зеркало сюда, а тут, получается, стекло проходит, ну, короче, немножко взрыв мозга, вот такой ракурс тут нарисован, что непонятно. Короче, здесь открывается или разъезжается, разъезжается, скорее всего, дверка, ты заходишь в душ, и вот он так внутри выглядит, очень красиво, тут тоже вот такая вот подсветка встроенная, все, камень просто вау, я вообще просто не знаю, что это за красивый камень такой, мне безумно нравится, я прям очень кайфую от этой красотищи. И получается инсталляция, санузел, не знаю, почему это называется инсталляция, туалет, вот, здесь тоже, видите, есть какие-то полочки, ну, то есть всегда можно сюда что-нибудь положить, поставить при желании, не знаю, поставить какой-нибудь закрытый такой, скрытый, красивый, типа, ну, не знаю, какой-то контейнер, я не знаю, положить туда какие-нибудь лезвия для бритвы, ну, то есть, как бы, вот это я к тому, что вот здесь полки, ну, конечно, можно было бы заморочиться, херня пострадать, но по сути зачем? Вот реально зачем? Здесь вообще вон какой полотенцесушитель интересный. Гостиная. По поводу гостиной у многих были комментарии, что, типа, это вообще, чего? Не, ну, кому-то понравилось, ну, например, вот это вот кресло многие не заценили, сказали, что это вообще, зачем такое ставить? Честно, я бы никогда сама себе в квартиру такое не поставила, но Лиля поставила, предложила, говорит, это крэйзи решение, типа, не понравится, делать не будем. Я подумала, что, блин, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я не знаю, ближе к моменту выбора, я думаю, мы точно уже определимся, типа, решим, будем мы такое делать или нет. Ну, а пока мне кажется, это красивым, классным вариантом. Я считаю, что почему бы и нет, почему бы не оставить его? Да, оно сумасшедшее, но, блин, в этом-то и суть, что я бы себе такое никогда не поставила, а вот дизайнер мне такое поставил. Тут вот такой вот диван, кто-то писал, что он будет неудобно обязательно, еще что-то. Ну, посмотрим. Мне кажется, для того, чтобы посидеть, развалиться на вот эти мягкие подушки, принять гостей, мне кажется, норм. Опять же-таки, как вы видите в отражении зеркала, у нас там будет телевизор, и мне кажется, эта зона, она больше не для того, чтобы вот прям сидеть, лежать, всей семьей смотреть кино. Ну, может быть, такое, конечно, когда-то и будет, но, мне кажется, уже к тому моменту мы, не знаю, купим квартиру побольше, дом построим, не знаю, что будет. Прямо, когда у нас будет большая-большая семья, куча детей, все выросли там, внуки, не знаю. Мы квартиру-то под себя смотрим и делаем, поэтому то, что одному, например, из вас удобно, нам неудобно, и также, наоборот, то, что вы смотрите и думаете, блин, как в таком жить, а нам, например, удобно это. Мы думаем, блин, а нам норм жить. Потому что мы обычно кино, телевизоры, вот это все мы смотрим в кровати, для нас самый кайф что-то смотреть вот так вот, это лежа в кровати. Здесь такой вариант, типа, для гостей, чуть-чуть посидела, посмотрела, то есть тут и не должно быть вот так вот, знаете, вот что прям развалился и лежишь. В кухне хорошо, что ты готовишь, у меня тут телевизор, смотришь. Это кресло всегда можно обтянуть чем-то другим, можно хоть под этот диван. То, что у нас светлый диван, вы, наверное, скажете, ну как так, у вас же ребенок, этот весь диван будет просто в грязи, не в грязи. И мы понимаем, мы все это понимаем. Но что нам теперь? У нас еще светлый штор. Давайте сделаем всю квартиру черной, да? Чтобы она не испачкалась. Ну это же маразм. В этом нет смысла. Ткани, которые мы можем сделать такими, что они легко отмываются, вызвал там химчистку какую-то в случае какого-то жуткого загрязнения, ну чтобы все это отмылось, мы сделаем такие ткани. Да, мы заплатим подороже где-то, понятное дело, но, блин, это практичность. Ну типа тут даже без ребенка можно испачкать что угодно, поэтому так рассуждать тоже, что с ребенком делать что-то светлое, ну а что, все черное что ли делать? Потому что испачкается все, что хочешь, и без ребенка. Какие-то элементы, скажем так, декора могут меняться, могут быть другими абсолютно. Подушки могут быть в итоге другими, с другим цветом, без фиолетового, например. У нас изначально здесь фиолетовый был кресло, думалось, планировалось. Вот этого столика золотого вообще может не быть, потому что я не могу сказать, что я к нему питаю какие-то суперчувства. Вот этот журнальный столик, он может быть тоже другим, может быть таким, он мне нравится в принципе. Я не думаю, что он какой-то там супер-пупер стеклянный, что ты на него ногу один раз поставил, или что-то, и он все разбился, все в стекле. Ну короче, я думаю, что все-таки такое и непрактично, да и нафиг надо. В любом случае, это визуализация. И, как я уже и говорила, в моменте, в процессе ремонта, то, что касается какой-то мебели, каких-то элементов декора, шторы, ну конечно мы это будем все смотреть вживую. Конечно мы будем оценивать это все вживую, думать, блин, давай все-таки по-другому что-нибудь выберем. То же самое сейчас про плитку на кухне, точнее камень, точнее камень. Я привыкла, что всю жизнь у нас плитка на кухне, но вот у нас будет круто, по-крутому, по-богатому у нас будет камень. Вот такой вот у нас крутецкий пол. Вот с другого ракурса как это выглядит. Получается вот эта комната в кабинет, эта комната в детскую. Вот этот столик, честно, он мне здесь как будто бы, ну типа не нужен, поэтому велика вероятность, что мы его делать не будем. Ну либо его сюда, мне кажется, можно и сюда даже поставить, при желании. Неоднократно видел споры по поводу моего рабочего места. Оно у нас по плану вот здесь, не в отдельном кабинете, мне отдельный кабинет в принципе не нужен. Я работаю, ну вот сейчас я закрыла дверь, потому что я снимаю видео, и чтобы мы там со славой друг другу не мешали и так далее, но по сути я всегда работаю с открытой дверью. Мне вот что хочешь, там будет кто-то ходить, а я монтирую видео без наушников даже. Мне никто никогда не будет мешать. Ну то есть это если говорить о том, что я буду сидеть в гостиной. Ну и что? У нас даже если там, не знаю, придет мама, ну когда там кто-то в гости придет, я же не буду сидеть, работать так и так. Даже если бы у меня был отдельный кабинет, например, не закроешь же я в кабинете, а гости там пусть сами чай пьют у нас в гостях. Ну то есть как бы понятно, что дома никого нет, ну либо все свои. Я могу посидеть за компьютером. Мне почему это удобно? Во-первых, у нас не позволяет площадь сделать там два кабинета. Мне как блогеру так-то кабинет вот так вот, да, сказать, что для компьютера не нужен. Конечно, если бы позволяла площадь, мы бы сделали отдельный кабинет, но поскольку площадь не позволяет делать столько кабинетов, он мне по сути и не нужен. Я спокойно могу и без кабинета жить. Поэтому у меня будет вот такой классный островок. Мне его вполне себе хватает. Будет стоять мой комп. Все, мне там ничего не надо. Мне нужен только комп, мышка и этот, клавиатура. Все, мне реально ничего больше не надо. То, что здесь окно, ну вот я не знаю по поводу штор. Мне надо будет, конечно, чтобы они закрывали полностью окно. Вот этот момент надо будет, конечно, тоже посмотреть, продумать, потому что у меня есть, конечно, четкое ощущение того, что шторы за комп не заходят. Поэтому этот момент нужно будет как-то уточнить. Что еще хорошего, что я могу поставить варить какой-нибудь суп, и пока он у меня будет 2 часа вариться или что-то закипать, что-то готовить, я могу посидеть в компе, что-то поделать, ну то есть не отходя от кассы, можно сказать. Это тоже удобно. Ну то есть кухня, гостиная, это то место, где я как женщина, как мать, да, в ближайшем будущем уже стану, ну, ну, типа мое место, ничего не понимаю. Ну реально, ну а чего? И понятное дело, что я как ни крути, буду проводить время на кухне довольно-таки много. Ну как бы я и так, и так там провожу время немало. И поэтому, мне кажется, это очень классная такая идея, потому что я что-то помонтировала, поделала, устала, вот сюда как раз присела, вот сюда присела, что хочешь. Ну то есть мне вообще нравится, у каждого есть свой угол, мне этого угла очень хватает. Другие ракурсы, получается вот такая вот у нас картина. Ну это просто картина, изначально у нас там другой был какой-то вариант, но я Лили сказала тоже, что типа не знаю, не уверена, что мне нравится этот вариант. В общем, картина это тоже то, что может спокойно меняться сколько хочешь. Выбирали по поводу белый-черный этот кондиционер, решили, что все-таки белый. Пусть сливается как бы со стеной, не надо нам сильно вот это вот черное, чтобы торчало, как ручки, например, да, ну как бы ручки мне нравятся черные, но вот кондиционер, наверное, уж не надо. Вот эта дверь получается в нашу спальню. Поближе кадры с рабочим местом. Стул здесь стоит такой. У нас точно такие же стулья, получается, рядом будут стоять за столом на кухне. Сейчас вам покажу. Но если этот стул вдруг будет неудобный, он у нас такой нарисован. И, конечно, перед тем, как нам покупать такие стулья, которые, скорее всего, будут стоить тоже не там 3 копейки, потому что мы хотим все классно и качественно. На самом деле это правильно. Есть вещи, которые не надо, может быть, там, заморачиваться, сильно дорогие покупать. А там, не знаю, может, шторы мы будем из Леруа Мерлен брать, а не в каком-нибудь ателье супер-пупер, там, брендовом. Ну, то есть, короче. Но есть вещи, которые можно купить лучше, подороже, они долго прослужат. И даже в этой квартире у нас есть довольно-таки дорогая мебель, которая нам служит верой и правдой уже, ну, блин, около 8 лет. Это хороший срок, я считаю, для, ну, как бы, любой мебели. Так что, конечно, все мы будем проверять в плане удобства. Единственное, что как раз по поводу окна, компа, конечно, я не смогу, например, как-то классно работать, если у меня будет, там, не знаю, солнце бить в лицо, у меня монитор. Ну, короче, вот этот момент нужно будет, конечно, посмотреть, подумать. Не знаю, что здесь делать, жалюзи, типа, только здесь, наверное, это некрасиво. Либо шторы, чтобы заходили за это тоже, наверное, какое-то будет, типа, нарушение конструкции. В общем, пока непонятно, но что-то придумывать придется. И делать тут, как бы, дырку тоже не хотелось бы. В общем, пока не знаю. Выглядит, конечно, все стильно. По поводу размера стола, вот эти моменты, кстати. Вы, наверное, думаете то, что вдруг тут мало места, еще что-то. Я это все, точнее, свой стол замеряла, отправляла Лиле. То есть, короче, вот то, что где-то вы подумаете, блин, наверное, там, мало места для того-то, или что-то тут будет неудобное, или так далее. Многие моменты, наверняка найдется что-то, что мы такие, ой, я что-то об этом не подумала, но очень много моментов, о которых я такая подумала. И обязательно их замерила тоже, обсудила с Лилей, поэтому думаю, что все должно быть норм. Если у меня какие-то переживания, что что-то удобно, неудобно будет, конечно, это нормально. Любой ремонт, это всегда, ну, какие-то в любом случае, ну, до переживания, а вдруг нам это, а вдруг то. Но я надеюсь, что все нам будет классно, клево, удобно. Надеюсь, всего нам будет хватать. Безумно переживаю по поводу встроенного холодильника, но мы с Лилей обсудили то, что пусть он тогда будет весь холодильник и отдельно морозилка. Ну, типа, где-то она будет отдельно, не знаю, то есть открываться будет отдельно вот какой-то там шкаф. Не знаю где, типа, будет отдельно морозилка, потому что я боюсь, вдруг нам не хватит. Хотя что-то мы обсуждали, что, по-моему, они плюс-минус стандартные будут, может, поменьше, чем обычный. Короче, не знаю, но этот момент тоже мы будем продумывать обязательно. Для меня это просто вопрос очень-очень важный, потому что я всю свою сознательную взрослую жизнь живу с большим холодильником. Он у нас, по-моему, 70 сантиметров, да нет, блин, 80, наверное, даже. Ну, короче, у нас большой дом, здесь холодильник хороший, вместительный. Нам его, как бы, вот так вот хватает, даже, ну, как бы, мы его полностью и не всегда забиваем, понятное дело. Но ясен фиг, появится ребенок, еще что-то, все равно там будет чего-то больше стоять. Мне точно нужен хороший, большой вместительный холодильник. Я думаю, что этот вопрос мы тоже уже вживую наглядно будем смотреть. Это не та проблема, которую нельзя решить. Как мы с Лилей тоже вот, когда виделись, обсуждали, она говорит, что нет проблемы, которую нельзя решить. Ну, вот, особенно то, что и ремонта касается. Что-то там туда-сюда можно сделать. Можем сделать только тупо холодильник. Можем вот сюда добавить куда-то, сделать отдельный шкафчик, чисто морозилка. Я думаю, что это был бы неплохой вариант, потому что морозилкой, все-таки, мы же не пользуемся так часто, как холодильником. И, в принципе, почему бы и нет? Мне, по сути, нахрена тут столько полок? Что мне там хранить? Да, я люблю, когда на кухне много полок и много места для хранения. Но, по сути, забивать их тоже всяким хламом, ну, зачем? Ну, вот у меня тут дофига полок для посуды, для того-то. Сюда какие-то штуки убрать. Большие там для чего-то, для сего-то. Не знаю, вот здесь у меня есть место для тех же кастрюль, не кастрюль. Ну, то есть, места, в принципе, как по мне, достаточно для хранения. И выделить один какой-то ящик, чисто под морозилку, ну, тоже какую-то классную сделать, я думаю, спокойно можно. Я попросила сделать вид сверху, потому что я переживала, ну, все-таки у нас кухня, она не очень большая. У нас здесь, в этой квартире, кухня больше, чем в будущей. Нонсенс! Тут у нас кухня объединенная с гостиной, и всегда будет вариант вот этот стол вынести, короче, делать перестановку, скажем так, мебели, и собрать большое количество гостей. Короче, решили, что нам хватит такой кухни, ну, понятно, у нас вариантов особо не было. Это я просто к чему клоню, что, думаю, все нам тоже будет удобно, нормально. Сверху выглядит так, что места достаточно для того, чтобы спокойно ходить. Вот здесь ходишь, бродишь. Тут еще, получается, вот место для готовки. На столе что-то можно готовить, резать, не резать, что хочешь. Ну, то есть, мне кажется, всего достаточно. По поводу того, что здесь у нас вот такой пол, я тоже у Лили спрашивала, типа, ну, как так? Ну, знаете, у меня в голове, что должна быть плитка. Но она сказала, вообще не парься, что даже если что-то протечет там, брызгать, ну, это, короче, какой-то суперкрутой пол. Вообще не парься, все будет супер-пупер. С другой стороны, я подумала, то что я не помню, чтобы у нас там на кухне постоянно что-то там, лужи какие-то были еще. Ну, то есть, ну, да, как бы плитка, не плитка, не знаю. Но, короче, решили делать так. Не разъединять пространство какими-то плитками, типа, как в коридоре. Ну, в коридоре понятно, там обувь постоянно, зима, слякоть. Ты же не будешь здесь ходить, там, в ботинках, в слякоть, и ясен фиг. Варочная панель. И что хочу отметить. Обратите внимание, у нас нет вытяжки. Да, ее нет. Короче, суть в том, что мы вообще вытяжкой не пользуемся. Ну, я не помню, когда я пользовалась вытяжкой, вот для реально того, для чего надо. Я даже не знаю, я ее вообще не пользуюсь. Скорее всего, у нас вытяжка все равно как бы будет, но она будет либо встроенная в варочной панели такие делают, там просто что-то открываешь, я видела, и просто туда, типа, все засасывается. Либо она будет где-то скрыта, что ее вообще не видно. Короче, вытяжку как вытяжку мы не делаем, потому что она нахрен нам не нужна. Вот этот камень на кухне мы тоже будем смотреть вживую, потому что он все равно не дает мне покоя. Мне нравится, как он выглядит, прикольный, классный, но я пока вот как с деревом говорю, что как будто бы не для меня он классный, типа, как будто не мое, хотя он мне нравится, он меня не бесит, абсолютно не бесит, но просто переживаю, чтобы глаз не думал, типа, блин, что-то надо было делать, что-то более минималистичное, как будто вот только за это переживаю. Так что, это мы еще подумаем. Чтобы попасть в нашу спальню, сначала нужно пройти через гардеробную. Не всем такое по душе, не всем такое нравится, но у нас будет так. У меня еще не было ни разу опыта так жить, через гардеробную заходить, но я уверена, что мне кажется, это удобно. Объясню почему. Пока кто-то спит в спальне за этой дверью, она будет выдвигаться вот так вот и может быть всегда открыта. Вот, например, Слава спит, а мне надо встать, накраситься, не знаю, нарядиться, ну, не знаю, по своим каким-то делам поехать, не важно. Он там спит, я спокойно вышла, закрыла и занимаюсь тут своими делами. Так же и наоборот. Вот. То есть мне кажется, это очень здорово, то что никто никому не будет мешать. Плюс это дополнительная какая-то шумоизоляция, скажем так. Допустим, опять же таки, тут кто-то спит, а в гостиной у нас, не знаю, какие-нибудь тусы, джусы происходят. И, ну, как бы никто никому не мешает. Вот так, получается, все выглядит. Вот такая у нас будет дверь. Полностью такая стеклянная, зеркальная. Очень красиво. Здесь тоже такие зеркальные вставки. Был вариант сделать прозрачные вот эти шкафы. Короче, не стали, потому что у нас есть глухая одна стена. Сейчас вам покажу. Там нет шкафа. Ну, короче, что-то там, ну, короче, в общем, так лучше. Тут, видите, тоже дерево. И мне безумно нравится, как это выглядит. Я прям вообще в восторге. Лили сказала, что у нас много места для хранения вещей. То есть очень хорошие у нас тут шкафы. То есть места должно прям супер-пупер хватить. Вот, потому что я ей тоже говорила, что для меня шкафы это вообще все. По поводу вот этих полок. Кто-то там говорил, что типа, блин, зачем они слишком высокие? Ты туда ничего не будешь ставить? Что у тебя такого высокого? Ребят, это картинка. Ну, не надо, вот опять же таки, на это сильно смотреть. Мы можем сделать еще ярусы. То есть мы это все равно будем замерять, сверять. Это не то, что не поправимо. Типа, это всегда можно отрегулировать, скажем так. Вот такая вот открытая классная полка. Не знаю, о чем я там буду стоять, но я думаю, что придумаю. Да вот то же самое и поставлю. Обратная сторона, ну, напротив. И вот вот эта стена у нас глухая. То есть это не шкаф. Шкафов тут достаточно, я считаю. Тут выдвижные полки. Получается, вот так вот выглядит это все. Вот эта вот дверь, которая даже не сразу заметна. Вот из гостиной мы попадаем. сюда, в гардеробную. И получается, вот что мы видим, когда сюда заходим. Такая вот гардеробная. Все просчитано, чтобы было комфортно ходить, место, разойтись. Здесь будут такие вот жалюзюшки, потому что понятно, шторы, ну, куда здесь шторы вешать. Жалюзей вполне себе достаточно, тем более таких красивых под шкаф, под дерево. Ну, мне очень нравится лично. Зеркало с подсветкой. Зеркало тоже вживую будем смотреть. Понадобится другое, сделаем. Свет помощнее сделаем. Ну, то есть это тоже те вещи, которые, ну, поправимы. Радиаторы, кстати, видите? Наша спальня. Сюда мы попадаем через, получается, вот эту белую дверь, скрытую такую. По поводу спальни, девчонки, ой, сколько было негодований по поводу этой спинки. Но, опять же, такие на вкус и цвет товарища нет. Многим не зашла наша спальня. Кто-то говорил, сделайте лучше по-другому, поменяйте лучше то местами. Все, да, у нас действительно, у нас сложная квартира, что-то просто по какой-то эргономике или как-то правильно не удается сделать так, как вот кто-то может сказать, ой, сделайте лучше так, будет во. Нет, так не будет во, потому что есть, типа, другие куча факторов, по которым вот во не будет. Ну, в общем, все, что у нас сделано, оно сделано с умом и по каким-то причинам, а не потому, что просто вот так сделано и все. Тут самое главное, чтобы нам нравилось, а нам нравится. Сзади этой спинки небольшое пространство, не пустое, с подсветкой, грязь туда, пыль забиваться, конечно же, будет, как и на любую другую спинку у кровати. У нас тут тоже есть у кровати спинка, такая, типа, бархатная, ну, из материала. На ней тоже пыль лежит, и я ее протираю, прикинь, протираю, как и все, на всем, на любой мебели, в любом закутке, уголке, всегда будет пыль. Вопрос в том, могу ли я туда пробраться, чтобы вытереть эту пыль? Да, могу. Все. Остальное уже просто лень, не лень. Живешь ты в грязи или в чистоте, это уже от каждого зависит, не важно, какая спинка у твоей кровати. По поводу ковра, может быть, его такого не будет, может, его вообще не будет. Тут у нас такие прикроватные тумбочки, и, конечно же, велика вероятность, что с одной стороны будет стоять детская кроватка. Вот. Это у нас тоже продуманно, держится в голове. В разном освещении. Смотрим. Так у нас будет напротив. Я знаю, что для вас это кринж полнейший, недопонимаешь, что за хрень, как такое вообще можно было сделать, да что это вообще за чушь. Рассказываю. Окна мы кирпичом заделать не можем, поэтому, ну, как бы, отцентровать нам как-то надо. Телевизор мы хотим смотреть, ставить его на пол не хотим, и хотим большой телевизор. Поэтому у нас телевизор будет висеть вот так. Да, типа, это странно. Да, Лиля, например, как дизайнер, она бы, наверное, нам вообще туда телевизор не ставила, потому что в спальне надо просто спать, например, да, а телевизор посмотреть в гостиной. Но мы смотрим телевизор в спальне. Это наше решение, и нам пофиг. Знаете почему? Потому что у нас в основном всегда будет вот так. Просто тупо всегда. Есть вероятность, что мы будем отодвигать шторы, например, вот так. То есть телевизор будет висеть, как будто бы перед шторами, то есть, типа, шторы будут, идут чисто за телевизором, и по бокам будет видно, например, вот эти вот части окна. Вот эту часть, вот эту. Ну, то есть, это если хочется добавить света. Почему так? Потому что у нас на спальню прям выходят дома, чужие. А здесь, в этой квартире, у нас всегда жалюзи закрыты в спальне. Всегда. В окна мы не смотрим, мы их никогда не открываем вот так вот, как здесь нарисовано, потому что у нас тут тоже дома. И я понимаю, что спальня это то место, куда мы реально приходим спать вечером, лежать. Ну, типа, тут даже у нас шкафа нет, то есть гардероба, да, чтобы открыть, там, не знаю, окошки, чтобы добавить света в комнату. Ну, типа, нет. Вообще, тут просто реально пришел, лежать, смотреть телек. Вот так вот в основном будет, блин, 90 процентов, 98 процентов всего времени. Спальня будет выглядеть так, поэтому нам пофиг то, что у нас телевизор как бы вот так вот. Здесь больше, здесь меньше. В чем суть? У нас будет кронштейн, какой-то крутой мощный, который выдерживает телевизор тех дюймов, которые у нас будут, а это где-то 65 дюймов здесь у нас по плану. И можно будет отодвигать телевизор, двигать, ну, как бы сильно отодвигать, вот так вот крутить его. Таким образом мы сможем мыть окна, открывать окна. Ну, то есть возможность будет. Все это мы будем тестировать в жизни, конечно же. Так что да, вот такие мы сумасшедшие. И, конечно, кто-то оплюется в комментариях и скажет, что это ну просто уму непостижимо такое придумать. Но это мы. И мы такое придумали. Можете обратить внимание, что у нас тут на прикроватных тумбочках тот же камень, что и на кухне, и в гостиной. То есть мы хотим, ну, как это Лиля вообще сделала, конечно, но мне нравится эта идея, чтобы все как бы чуть-чуть перекликалось, играло. То есть, о, типа такой камень у нас и на кухне там, и в гостиной, например. Прикольно, тем более, что он везде хорошо вписывается. Вот, если мы выберем другой камень, я думаю, мы тоже сможем его сюда сделать спокойно. Ну, то есть, просто как бы материал, почему бы и нет. По поводу детской тоже было, конечно, много комментариев, что это вообще не дет... Ну, типа, для кого вообще комната? Это для ребенка или для мамы комната? Ну, типа, короче, к тому, что надо делать ребенку комнату, я не знаю, это как с одеждой, знаете, там, ну, не то, что меня хейтят, но то, что у нас у ребенка красивая одежда, ну, вот, на мой взгляд, на мой вкус, то, что она такая там, где-то бежевая, где-то однотонная, где-то с какими-то, ну, минималистичная, типа, знаете, хотя есть у нас яркие шмотки для нашей малышки, ну, короче, хейтят меня за то, ну, конечно, мне пофиг на это, разумеется, потому что, блин, ну, будут у вас свои дети, там, или если есть, дай бог им здоровья, наряжайте их как хотите, вообще, мне-то что, я же не лезу к вам со своими там вкусами, о вкусах не спорят, вот, и то же самое, что, типа, вот эта комната, она вообще не для ребенка, что, эта комната для взрослого, мне кажется, классная комната для ребенка, когда мы переедем в эту квартиру, нашей дочке будет, наверное, месяцев 7-8, понятное дело, что она не будет спать вот на этой кровати сразу, нет, скорее всего, она будет спать с нами рядом, но в моих идеальных представлениях ребенок уже спит в отдельной, в своей комнате, в таком возрасте, и на этот случай, у нас есть, конечно же, кроватка, кто-то писал, как так, поставили кроватку у радиатора, она просто там стоит, типа, ее можно подвинуть хоть куда хочешь, она просто там стоит, чтобы показать, что для нее, как бы, в этой комнате есть место, ну, и там, и сям, ну, типа, при желании, она может стать здесь, либо около нашей кровати, я не знаю, может, у нас ребенок, блин, до полутора или больше лет будет спать с нами, честно, я бы, конечно, не хотела к такому приучать, понятное дело, считаю, что у каждого должно быть свое личное пространство, но, типа, не надо, вот как это, говорю еще раз, принимать все за чистую монету, такая кровать, она рассчитана на взрослого, почему мы сделали такой выбор, потому что в таком случае в этой комнате сможет спать как ребенок, так и взрослый, ну, мало ли там, не знаю, мама пришла, осталась на ночь, еще кто-то, ну, то есть, эта комната, она, ну, как бы детская, ну, как бывает, родственники там, не родственники, на всякий случай, все равно ребенок растет, сразу можно сделать, ну, типа, на вырост, и у этой кровати можно заказать бортики, и когда наша дочь уже подрастет, ну, я думаю, что, наверное, с лет двух, трех, не знаю, ну, мне кажется, я так представляю, я, конечно, могу ошибаться, но, мне кажется, ребенок сможет спокойно спать на такой кровати, и сюда делаются специальные бортики, мы с Лилей это обсуждали, и таким образом ребенок не упадет, ну, то есть, короче, все продумано, это специальная кровать вообще из какой-то там детской коллекции, со специальным матрасом, все, короче, сделано, а также можно было сделать, чтобы эта кровать раздвигалась, и становилась, ну, короче, как диван, типа, в два спальных места, но мы отказались от этой идеи, мы выбрали вариант, чтобы выдвигалась, и там был ящик, то есть туда можно будет складывать игрушки, что хочешь, почему мы так сделали, потому что, ну, как бы, я считаю, что этого места для того, чтобы поспать достаточно, а также у нас есть еще в кабинете диван, который раздвигается, на котором тоже можно будет спать, короче, у нас много достаточно спальных мест, и это хорошо, пожертвовали, получается, типа, шкафом каким-то, чтобы сделать открытые такие полки, потому что я считаю, что, конечно, это прикольно, они добавляют воздуха, это красиво, и сюда можно действительно и игрушки, и книжки, ну, как бы, что хочешь поставить, подсветочка, очень все красиво, мило, вот это вот панно, которое у нас сзади, его можно выбрать другое, я думаю, что мы будем его потом выбирать, не могу сказать, что я в восторге от этого рисунка, хотя он прикольный, но, короче, подумаем, повыбираем, то, что здесь, там, не знаю, вот эта вот игрушечка тоже, понятно, что ее может не быть, да, то есть все может быть, как бы, чуть-чуть где-то по-другому, тоже были комментарии по поводу пеленального столика, еще что-то, это то, что можно снять, этого может не быть, это может быть, точно так же, как телевизор, который мы можем сразу не вешать, мы его можем повесить сильно позже, ну, то есть, это, опять же-таки, ремонт, и какие-то элементы, которые вы видите, это вещи такие, которых может не быть, которые мы нарисовали, чтобы знать, что они здесь могут быть, что при желании мы их сюда сделаем, при нежелании мы их отсюда уберем, например, как вот эту часть, мы ее спокойно уберем, не факт, что она нам вообще нужна будет к тому моменту, все равно надо менять ребенку подгузники, понятное дело, я уж не думаю, что у нас там, типа, ближе к году дочка вообще уже будет без подгузников, такая все сама делова, нет, я думаю, что будем мы в этих всех подгузниках, но, может быть, нам как бы вот этот столик вообще не понадобится, мы не будем его делать, это просто как вариант того, что он может быть, тут небольшой, но такой типа комодик, не глубокий, но что-то туда поместится, еще вот такая открытая полочка тоже, я хотела вот такие качели, и мне нравится, как это выглядит, но не знаю, насколько много, конечно, места есть для того, чтобы прям качать-качать, наверное, нет, и есть вероятность, что мы в итоге такие качели вешать не будем, но я хотела сделать такой крючок не только для таких качелей, а может быть, просто для какого-нибудь, типа, навесного, такого прикольного, знаете, стульчика, на котором ты не качаешься, как на качелях, а просто чилишь, типа такая лаунж-зона, знаете, не знаю, будем мы как бы в итоге это делать или нет, я думаю, что это как раз-таки один из тех моментов, которые делаются, ну, прямо уже, можно сказать, в финале всей истории, когда ты принимаешь уже решение, все-таки делаем мы это или не делаем. Комната с другой стороны, да, она небольшая, но, я думаю, что достаточно для ребенка, вообще просто улет, эта комната куда больше, чем детская, в которой когда-то мы жили вместе с моим братом, мы жили в двухкомнатной квартире, и мы с братом жили вдвоем в комнате 9 квадратных метров, и ничего, жили, не тужили, у нас там был шкаф, стол, ну, я постарше брата, мне нужен был стол, ему так-то он особо не нужен был, двухъярусная кровать, и норм, ну, телек там, комод, короче, нормально жили, вообще реально не тужили, эта комната больше, поэтому, ну, так что да, вот такая чудная, красивая комната, кто-то скажет, типа, это комната подростка, не маленького ребенка, что, типа, лучше сделать, я там, не знаю, какую-нибудь, как-то шведскую стенку, еще что-то, ну, посмотрим, подумаем, так, еще есть время подумать, но, блин, шведская стенка, наверное, было бы прикольно, чтобы дурь из ребенка всякую, но, мне кажется, для этого можно и в какие-нибудь кружки водить, ну, вот, чтобы, знаете, уже ребенок, уставший домой приходил, и уже не было у него желания полазить на всяких стенках, не знаю, у меня не было никогда шведской стенки, и у моего брата, и вообще, у нас ни у кого никогда не было шведской стенки, вот этих всех лазило, как-то мы вообще норм жили, у нас блин дача была, велосипеды, движуха, поэтому, нам это как-то не надо было, эту картинку я вам уже показывала, что при желании здесь может у нас стоять, типа, вот эта вот колыбелька, люлька, но понятное дело, что, ну, никто не будет ставить кроватку около радиаторов, чтобы ребенок там вообще, не знаю, от жары, блин, задыхался, или у окна, где будет дуть, ну, то есть, мы же тут тоже так не делаем, у нас тут, в этой квартире, есть вариант, вы это посмотрите попозже во влогах, но кто подписан на меня в телеграм, то вы уже знаете, как у нас что стоит, мы могли кроватку, прикроватную поставить, со стороны, где у нас окно, также радиатор, в этой квартире, где мы сейчас живем, и это было бы типа удобнее, потому что ни на проходе, ни там, где шкаф, но мы же не крейзи, да, мы поставили там, где подальше от радиатора, подальше от окна, да, около шкафа не так удобно ходить, но все равно ничего, мы чуть кровать подвинем, ну, короче, мы не сумасшедшие родители, да, мы, конечно, думаю, тоже будем какие-то, может, ошибки совершать, как никто, ну, мы все люди, но есть вещи, которые мы понимаем, ну, что ж, переходим к кабинету, который я еще ни разу не где, не показывала, я от него просто в восторге, я считаю, что это офигенная, вообще просто бомбовая комната, так что погнали, такой кабинет, он у нас тоже маленький получается, такой же примерно по размерам, как детская, даже, наверное, поуже будет, но они примерно одинаковые, по квадратам, короче, вот такой вот кабинет, тут у нас классный вот такой диван, он раскладывается, и два места спальных получается, здесь открытые полки для всяких штучек-дрючек, здесь у нас закрытые полки, мы продумаем полки так, чтобы сюда можно было, наверное, технику какую-то убирать, камеры, не знаю, штативы, ну, в общем, подумаем, чтобы именно вот место в кабинете, то есть понятно, что в кабинете будет сидеть Слава, потому что, ну, он пишет музыку, ему нужно закрытое свое личное пространство, мне оно не нужно, но понятное дело, что мои какие-то штуки здесь тоже будут храниться, ну, типа наши там, какие-то штативы, свет и так далее, понятное дело, что я тоже смогу здесь заседать при желании, снимать здесь какие-то свои сторисы, не сторисы, какие-то видео, ну, потому что у нас квартира супер-пупер красивая будет, я мечтала всегда, чтобы было красиво в квартире, потому что это место, где мы проводим больше всего времени, это наш дом, наш, не знаю, храм, как хотите называйте, но я считаю, что квартира, твой дом, он должен доставлять тебе сумасшедшее удовольствие, вот так это выглядит, получается, при входе, вот так вот мы заходим, и видим вот такую вот, собственно говоря, картину, здесь у нас балкон зашторенный, но там как бы от балкона только название, там буквально один квадрат, наверное, и то там будет стоять, скорее всего, этот, для кондиционера, бандурина, вот, так что, в принципе, просто так вот зашел, сел, также у нас сначала балкон был открыт, но я, голова, я написала Лили, то, что, блин, а балкон-то тоже окно, нафиг он нам не надо, надо его тоже закрыть, потому что там тоже дома, и что это такое, ты сидишь работаешь, на тебя там из тех домов, ну, там окон, не знаю, квартир смотрит кто-то, поэтому здесь мы тоже все закрыли, а вот эти уже окна у нас выходят на кладбище, да, прикиньте, на кладбище, и в этом кайф, потому что там никто, как бы, не будет смотреть, что ты делаешь, в общем, да, все у нас с подсветками в потолке, как вы видите, такой стильный, красивый, мне очень нравится, вот так вот это все выглядит вблизи, такой вот красивый стол, конечно, так минималистично и красиво, как сейчас это выглядит, это выглядеть не будет, потому что, Слава туда обязательно поставит всякие какие-нибудь колонки, будет куча проводов, но я, конечно, буду его очень просить, чтобы он как-то это все организовал по красоте, но понятное дело, что рабочее место, оно есть рабочее место, оно не может быть просто вот таким вот, ну, хотя выглядит, конечно, красиво, опять же таки, смотря, что за работа у тебя, ну, короче, в любом случае, нужно будет продумать так, чтобы все вот эти вонючие провода, которые я терпеть не могу, спрятать, куда угодно, но спрятать, мы посмотрели все, что могли с вами, дальше идут уже всякие документации, недокументации, можем посмотреть вот на такую картинку интересную, тоже, чтобы понять по расположению, скажем так, сверху, чтобы было попонятней, вот, так вот мы заходим, ну да, вот этот столик точно надо будет куда-то, этот диван можно будет подвинуть сюда побольше, ну, то есть к столу, ну, типа здесь сильно много ходить, ну, можно, конечно, чтобы был проход, но по сути, как бы, короче, все это двигается, ну, типа это не проблема, диван раскладывается, можно сказать, вплотную до стены, но опять же таки, он будет раскладываться только в том случае, если кто-то прямо останется, и надо будет, чтобы тут кто-то разложил диван, то есть, понятное дело, что постоянно он будет закрыт, вот, собственно говоря, размеры, а, тут стол еще стоит вот так, мы его чуть подвинули на визуализации, ну, короче, по проходам всем всего должно хватать, плюс стол круглый двигается, у нас изначально был такой вопрос, типа делать нам люстру над столом не делать, но если бы мы сделали люстру, то мы бы привязали, скажем так, стол к этой люстре, и, ну, типа двигать было бы, ну, портишь картину, поэтому у нас нету люстры, потому что, если что, захочется подвинуть стол сильно вплотную сюда, например, и тут будет больше прохода, еще что-то, ну, короче, вы поняли, кровать у нас будет 180, как я и хотела, сейчас у нас 160, нам ее, в принципе, хватает, с учетом того, что у нас и собачка, и малыш будет, как бы, я думаю, что нам, наверное, хватит, будет тесновато, но ничего, в тесноте до него бить, ну, короче, в любом случае, кровать побольше-то хотелось, уж, что у нас там получается, детская 13, кабинет 11, но, как бы, кабинет, в чем еще его кайф, что его можно будет в будущем переделать под еще одну детскую, например, если будет такая необходимость, когда у нас появится второй ребенок, дальше идет куча разных интересностей, документаций, то, в чем, конечно, я не разбираюсь, но можно с кайфом сидеть, смотреть, разбираться, о чем-то думать, полы, не полы, потом по поводу розеток, свет, тоже, как все, где что включается, где какие включатели, выключатели, то есть, это такая большая, серьезная работа, это не просто красивые картинки, у нас будет инженерная доска, вот, как это называется, инженерная доска, аж на 71 квадратный метр, ну, короче, на всю квартиру, можно сказать, и керамогранит на 14 квадратов, да, наверное, влог получился очень долгий, я, наверное, что-то там подрезала, но прокомментировать-то надо было, ну, больше, понятно, не вижу смысла, как бы нам обсуждать дизайн, проект, визуализацию, уже будем смотреть, что у нас вырисовывается, ну, как бы в ремонте, в реале, в реальной жизни, вот, так что на этом я с вами прощаюсь, надеюсь, что вам понравилось это видео, надеюсь, что оно было интересным, вот, конечно, я понимаю, что вам что-то не понравилось, что у нас, что-то вы напишите, что это вообще неудобно, ну, в любом случае, пишите, оставляйте свои комментарии, я безумно жду уже переехать в эту квартиру, по прогнозам, что по прогнозам, ну, говорят, что зимой закончат, в этом году, вот, может быть, не знаю, там, в январе, ну, короче, зимой, типа, должны закончить, но я на это не ставлю, знаете, вот так вот, прям, сто процентов, я думаю, что весной, наверное, мы уже будем переезжать в квартиру, это вот прям, если все будет вот так, классно, по крайней мере, такой план, в общем, ладно, всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, ждите следующие влоги, и всем пока!